На выставке док-шоу лабрадор Саня чувствует себя уверенно. Это далеко не первое ее выступление. За четыре года собака неоднократно становилась чемпионом России и получила золотой титул национального клуба породы. К этим успехам Саня привела ее хозяйка Елена Храмова. Саня собака очень компанейская, ласковая. Ее могут дети с удовольствием погладить, обняться, сфотографироваться с ней. И для собаки это интересно. Она учится взаимодействию с окружающими людьми, которые не являются ее друзьями, знакомыми. Это тоже для нее опыт. Всем участникам на выставке предстояло пройти несколько этапов. Краткая характеристика пород, цирковая трассировка, а также показ функциональных комбинезонов и тематических костюмов. На площадке один за другим появлялись четвероногие питомцы в образах снеговика, Деда Мороза, снежной королевы, льва и символы этого года поросенка. Это у нас символ года. Она у нас была уже и петухом. Как-то один год тоже символ. В прошлом году она была с собакой. Тоже символом года. Просто прикольно. Маленькие собачки для квартиры, большие псы для частного дома. Это самые очевидные критерии выбора четвероногого друга. Но есть и другие параметры. Например, йорки очень контактные. Таксы же напротив сойдутся не с каждым человеком. Но уж если вы им понравитесь, это будет дружба на долгие годы. Зная характер породы, проще определиться с питомцем. И такие выставки, как Док-шоу, помогают ближе познакомиться с собаками. Чаще всего берут собаку не по своему характеру, еще куча всяких критерий, а именно по внешнему виду. Это неправильно, потому что потом начинаются проблемы, потом собаки на улицу попадают или, хуже всего, еще что-то с ними случается. Поэтому здесь все-таки мы даем характеристику и советуем те породы, которые надо. По итогам конкурса победителем стал лабрадор Вик, который предстал перед зрителями в костюме Деда Мороза. Всем участникам вручили памятные дипломы. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Субтитры создавал DimaTorzok